Практически все дети Костанайской области смогут отдохнуть и оздоровиться этим летом. Так заявляют местные власти, готовые потратить из бюджета почти полмиллиарда тенге на досуг несовершеннолетних. Помимо загородных лагерей будут работать больше 700 тематических площадок при школах. Подробнее в материале моих коллег. В лесной сказке идут последние приготовления. Здесь самый продолжительный сезон, 75 дней. А все потому, что лагерь этот закрытый. Тут отдыхают только воспитанники Рудинской школы-интерната. Для 125 ребятишек готовят комплексную программу с учетом психофизических особенностей детей. Ведь все отдыхающие с особыми образовательными потребностями. Мы работаем для того, чтобы ребенку было комфортно, комфортно отдыхать. Дети с удовольствием у нас принимают участие в спортивно-здоровительных мероприятиях. У нас есть спортплощадки, искусственное поле, баскетбольная площадка. Проходят турниры между детьми, взрослые и дети. В этом году в Костанайской области будут работать 10 загородных лагерей. Два частных и 8 государственных за лето смогут принять 8 тысяч детей. Стоимость путевки от 15 до 45 тысяч тенге. Ребята из социально уязвимых слов населения отдохнут за счет местного бюджета. В этом году у нас все лагеря работают 100%. В прошлом году у нас немножко были ограничения. Мы только 50% наполняемости нам разрешали. Поэтому в прошлом году у нас охват был меньше, чем в этом году. Но в этом году, так как этот год объявлен годом детей, мы постараемся охватить всех детей. В начале лета откроются в области и более 700 пришкольных лагерей. Также будут работать площадки малозатратной формы. Это туристское и краеведческое направления, юрточные и спортивные лагеря. Артем Грапов и Сергей Тартенберг. Костанайская область. Хабар.